Белорусы, 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 now! Они не пришли в КВН, а буквально ворвались в него. Молодые и дерзкие в черных куртках поверх желтых футболок со своим фирменным юмором и необыкновенно привлекательным задором. Говорить Минск! Мы были 25-летними пацанами. Именно пацанами. И все, что нам нужно было на тот момент, это восхищенные взгляды поклонниц, тусовки, вот эта вот атмосфера. Сергей, ты утешьте меня! Утешьте! Молодость дала свое, потому что очень много команд были такие уже, я бы сказал, дядьки на тот момент. Но мы в сравнении с ними были, прям можно было студентами называть. Чики-пики, пусти-пуси, мы команда Белорусы. Команда БГУ второго, а вернее, говорить, золотого состава сделала то, что не удавалось ни одной команде КВН. Стать чемпионом высшей лиги сразу двух столетий и даже тысячелетий. В 1999 году и 2001. Люди уже думают, что мы, Белорусы, и мухи не обидим, а? Муху мне! Да, это было весело. Когда мы стали чемпионами 20 лет назад, было смешно. Ведь мы единственная команда, которой проиграли новые армяне за всю свою карьеру. И если их спросить уже сейчас, там через 20 лет, тот же Гарик, он всегда говорит, что это, наверное, самый большой провал в нашей жизни, потому что других провалов и не было. Вот это неожиданность для всех, наверное, и была, что команда, которая пришла из первой лиги, ну, пускай и чемпион первой лиги, но, опять же, история говорит лишь о том, что команда, ставшая чемпионом первой лиги, вылетает в первой игре. Ну, такая была традиция. Мы ее разрушили. Вот это по-белорусски! А белорусы любят картошку, а! Ну, колорадские жуки тоже любят картошку! Вывод! Колорадские жуки – белорусы! В сезоне 1999 они проиграли всего одну игру – полуфинал, причем своим друзьям – команде из Питера. Но Александр Масляков тогда ввел президентское правление и взял белорусов в финал. Мы сразу поняли, что нам дали шанс, и им нужно воспользоваться. То есть мы просто, ну, не знаю, ну, упахивались. Ну, вот просто фокус сосредоточения в жизни стал… Это вот финал, предстоящая игра – это была единственная вообще цель или единственное событие, которое было впереди. Сынок, если у тебя какие проблемы с девушками, ты не стесняйся, приходи к нам с дедом. Может, советам и не поможем, но послушаем с большим удовольствием! Наверное, самая запомнившаяся шутка из той игры – это на разминке «Наш ответ», где там голосом тогда еще действующего Бориса Ельцина было обращение к сидящему в этом зале Путину. И, в общем, так это сработало классно, неожиданно, смешно. Алло, это Квен? Да. Путин у вас? Да, да, Борис Николаевич. Ой, слава богу! После игры пусть ловит такси в Кремль! И в этот момент мы, правда, почувствовали, что вот-вот, мы держим эту игру. Запись главной игры 13-го сезона КВН прошла 23 декабря 1999 года. В телеэфир она вышла уже в новом 2000 году. Вечером 2 января о победе белорусов узнала вся широкая аудитория Международного клуба веселых и находчивых десятки стран. Чемпион клуба сезона 1999 года команда КВН Белорусского государственного университета. Когда на новогоднем корпоративе в БГУ выступали, выступала команда КВН старого состава и песняры. И подошел к ним Владимир Мулявин и говорит, есть две команды, которые прославляют Беларусь. Это вы и мы. Мы были не звездами, а теми, кто заявил о Беларуси, наверное. Добрый вечер, шановные белорусы! Какие? Какие это белорусы? Это же россияне! Нет, но это только пока. Может быть, это время само диктовало. Такой вот запрос был в обществе, в нашем. А мы просто интуитивно почувствовали это и реализовали. За год белорусские КВНщики превратились в ярких звезд, веселых и находчивых, стали узнавать и просить автографы. Из каких-то учеников, подмастерьев мы стали вдруг мэтрами. И спустя месяц после игры мы поехали в Сочи на фестиваль. И вот тут-то мы осознали, что мы теперь не просто какие-то КВНщики, а мы теперь законодатели КВНовской моды. Значит, это любовь. Год спустя, в 2001-м, они возвращаются, заматеревшие и уверенные в себе. Состав немного обновлен. Именно тогда добавились Вадим Галыгин и Марина Грицук. И да, действительно, есть кадры, когда мой крупный план, есть миф о том, что ребята увидели неплохую девчонку среди зрителей и говорят, возьмем-ка мы ее тоже в команду. В КВН БГУ собрали все возможные награды клуба. Чемпионские титулы, Кевина в золотом, Кубок чемпионов, призы зрительской симпатии и ушли в зените славы. Привет, Сережа. Фу, папа. Фу, папа. Папа, фу, фу, мяцу, мяцу, папа, фу, мяцу, папа. Это заканчивается рано или поздно. Такой большой, красивый, но мыльный пузырь. Друзья мои, сырники еще остались, давайте. Ну, кому? Для Александра Трофимова после КВН начался новый этап, не менее веселый и находчивый, но только уже за кадром. Его семейные зарисовки видели все, кто смотрел телесериал «Папиной дочки» на российском ТВ. У сценариста пятеро детей, четыре сына и дочь. У нас в визитке была такая шутка, что не знаю, я говорил при чем. В те времена, когда я еще был практически молодой, практически бездетный, у меня все нормально, жена, 14 детей. Все. Да ты у нас ксерокс? Ну, и вот, там все посмеялись, ха-ха-ха, ну, до 14, конечно, я не довел. То есть вот такая немножечко пророческая шутка получилась. К сожалению, поклонников БГУшки, как их тогда называли, простили с КВН навсегда, но не с телевидением и юмором. Некоторые вернулись на родину, другие остались в Москве, перешли на тренерскую работу, стали продюсерами или сценаристами. КВН наигрался, профессией КВН я себе не сделал. И в 30 лет я пошел учиться на режиссерские курсы, высшие курсы сценаристов-режиссеров. Учился у Аллы Ильиничны, с Уриковой два года отдал этому, тоже счастливейшие годы жизни, как и КВН. В доме, где резной по лесам... За два десятка лет было место и печальному событию для команды. Из жизни ушел один из ее самых ярких актеров – Виктор Толпыч. Помню и чувствую вкус того времени и того общения с определенными людьми. И это вот самое дорогое, что осталось в моей памяти и в моем сердце. Вот эти вот люди. Они изменились уже, тоже за 20 лет. Поэтому туда вернуться просто невозможно. Но тогда, в те годы, это было классно. Это было круто. Константин Глубокий, Олег Шапель, Светлана Корульская. Субботний выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова